У деда болят ноги, лежит под великолепным тулупом на волчьем меху, легонько вздыхает. В комнате полутемно, дует ветер, мороз стукает лбом в деревянные стены, дрова на исходе. Рядом Шекспир в роскошном переплете, крепко держится за любимого из любимых. С голоду сдыхать буду, а его не продам. Здравствуйте! У нас на дворе начало 20-х годов, а мы на бывшей Соловьиной улице, где происходит действие одного из рассказов Александра Неверова, веселые ребята. Возвращаемся в холодный зимний день 1921-го. Сумерки синие зимние. Все обнимают в саду. В царство пушистого инея. В царство покоя иду. Очень уж мучает деда брюхо. Бросит ему дед корочку за день, закроет глаза и лежит себе с мягкими серебреными волосами. Изо рта плывет теплый дымок. Дед оттопыривает губы и фухает, как маленький. В солнечные дни легче. По стенам бегают зайчики, лезут в бороду, греют высокий умный лоб. Над окном под крышей длинная февральская сосулька. Ишь, какая дура! Улыбается ей дед. Хочется деду на улицу. Пройти бы вот так по городу. Похрустеть снежком, выставив нос из воротника. Проглядеться, наслушаться. Да сапог нет. Тридцать лет писал повести. С рассказами о сапог не заработал. Вот сидит дед у окошка, щурится. Это ничего. Мне бы только душу сохранить. Вечером приходит к деду молодой билетрист-бегунок. Шапка на затылке, пальто на распашку. Зима. А бегунок бегает по городу, как в мае месяце. Только ботинки стучат. Тоже брюхо гоняет. С утра собирает репортерские строчки по профсоюзам. Изучает психологию большевиков для начатой повести. А после четырех скачет на соловьиную к деду. Видит бегунок. Отащал дед. Синие брюки широкие в опушке. Кажутся не своими. Рубашка треснула. Длинный английский пиджак остался без пуговиц. А глаза горят хорошим молодым огоньком. Как не радоваться? Друг пришел. Топится железная печка. Стреляют поленья. На столе керосин-бой наперсток. Дед сам придумал дешевое электричество. Разыскал стеклянную баночку. Надел шестяной колпачок. Вставил ваточные встиля. Молния, а не лампа. Аленка, как белка, прыгнет на колени к деду. А деда на шею к бегунку. Делает козлиные рога из двух пальцев. Запыряет. В окнах косо светит месяц. Ходит мороз красный нос. Колотушкой постукивает. Кому жарко, кому нет. А дед с бегунком мечтают на берегу Черного моря. Скромная писательская дача, горы, балкон. Там вдалеке одинокий белый парус. По вечерам собираются на балконе пить чай, где Аленка хозяйничает за самоваром. Здесь у них коммуна. Нет ни жадности, ни корысти, ни забот, омрачающих душу. В полдень расходятся. Бегунок кидает морские галечки в воду и мечтательно смотрит в широкий простор. А дед блаженствует. Ходит в перевалочку, как фазан по песку в синих заштопанных штанах. И что-то бубнит себе под нос, подставляя голову ласковому крымскому солнышку. Хорошо. Оба мечтают. Написать бы книгу такую солнечную, налить ее радостью до краев. И сказать человечеству «Пей, жаждущая». Туманятся у бегунка глаза. Хочется ему обнять деда. Интересный старый черт. Точно вином поит слова, говорит. Дед, а ведь это возможно. Что возможно-то? Да книгу. Книгу такую написать. Книгу, говоришь? Книгу очень даже возможно. Унывать только не нужно. И за золотом гнаться. Золото душу высасывает. А писателю нужна душа. Стоит дед перед бегунком. Горячий, взъерошенный. Борода на бок. А сам улыбается. Хорошо под южным солнышком у Черного моря. Далеко весна. Далеко Черное море. Ходит мороз красный нос. Колотушкой постукивает. Кому жарко? Кому нет? А деду все хуже да хуже. С голоду, что ли? Болезни наваливаются. В прошлом году палец срубил. Вчера открыл сранка. Сердце отказывается работать. Капут старику. Лечит его Аленка. Молодая докторица. Дед закрывает глаза. Лицо у Аленки серьезное. Черные глаза опечаленные. Наливает воды из чайника. Берет румяную куклу с кудрявыми волосами. Аленка, как молодая березка. Около старого дерева. Влестят глаза у деда. От непрошенных слез улыбается дед. А пока Черное море далеко, бегает бегунок по базару. Голос у него звонкий. Всех торговок перекрикивает. Эй, кому шляпу? Хорошую шляпу? Книжки! Берите интересные книжки. Пирожков! Пирожков! Кому горячих пирожков? Несется справа и слева. А бегунок, знай себе, расхваливает свой товар. Шляпу! Кому хорошую шляпу? Дешево отдам. Книжки! Берите интересные книжки. Жареного мяса. Кому жареного мяса? Кричат торговки. Табачку! Табачку! Маршанского табачку! Бери, товарищ, пробуй. Курнешь-чихнешь, языком оближешься. Вот сидит бегунок на корчиках перед табашником. Крутит в пальцах пробу. Жадно глотает табачный дым. Так, глядишь, и накурился. Денег-то у него не гроша. Да бочком, бочком и в сторону. Эй, товарищ, ты чего же табак-то не берешь? Да горчит немножко, понимаешь. Сам ты горчишь. Шляпу! Шляпу! Снова принимается расхваливать свой товар бегунок. Эй, товарищ, купите книжечку. Интересная книжечка. Эй, нет, товарищ, отвечает бегунку. Не до книжечек теперь. Может, через них-то третий год и страдаем. Приходит бегунок, расстроенный к деду. Грозно стучит промерзлыми ботинками. Сердцем кидает товар непроданный. Дед беззлобно играет улыбочкой. Не хочет старику огорчать милого друга. Вот и разводит турусы. Да и на что это похоже? Хлеба нет, дров нет. Неужели и последнюю отраду прогнась? Хмурится бегунок. Рассмеяться бы над дедовой храбростью. Да на сердце скоблит в одном уголке. Дед притворяется, будто не видит, что друг не в духах. Петухом около печки кружится. Соринки, пылинки кидает в огонь. Тепло загоняет. И вот подобрал мороз красный нос своей колотушки. Ударил в последний раз и ушел из города неизвестно куда. Заплакали вслед ему крыши. Полились апрельские слезы. Разыгрались ручейки по канавкам. Замертво попадали сосульки, Сраженные с солнечными копьями. Весна. Не верится деду. Сидит у окошка под солнышком. Греется. Жарко. Распахнул полы У великолепного тулупа на волчьем меху. Воротник отогнул. Давит тулуп. Словно жернов. Висит на плечах. Так и хочется сбросить зимний мешок. К чему он теперь? Помимо деда старьевщик. Угадал он дедовые мысли. Нет ли чего продавать? Недолго, думал дед, ударил со старьевщиком по рукам. И вот уж сидит на крылечке в одном пиджачке. Осиротел. Не то хмурится, не то улыбается. А солнышко утешает его. Не бойся, дед. Теперь не заморожу. Смеется солнышко с высокого неба. И лукаво подмигивает ему. Дед Кальдеваев. Смейся, смейся. А мы теперь поживем. И такой рассказ, знаешь, напишем. Прелесть. Снова мечтается, верится. Я не боюсь тебя, рок. Новую меру мерится. Тяжесть житейских дорог. С вами был Михаил Перепелкин.